Добрый вечер, это программа «Точка зрения» в гостях. У нас сегодня начальник Первоуральского отдела управления Роспотребнадзора по Свердловской области Иван Борисович Хованов. Иван Борисович, добрый вечер. Добрый вечер. Иван Борисович, вот если ситуацию рассматривать с начала года, за 9 месяцев, за 10 месяцев, что вызывает наибольшую обеспокоенность на территории Первоуральска у вас, как у руководителя службы Роспотребнадзора? В целом, если мы провели анализ по итогам 10 месяцев, у нас на территории городского округа зарегистрировано чуть более 25 случаев инфекционных заболеваний. Если смотреть статистику, то идет снижение к соответствующему периоду прошлого года на 18%, и такой же процент снижения идет по средне-многолетнему уровню. То есть в целом ситуация на сегодняшний день оценивается как благополучная. Там по ряду инфекционных заболеваний есть некоторые превышения, но это не столь критично на сегодняшний день. Но основная проблема, которую мы сейчас мониторим и контролируем, это все-таки не повторение той ситуации, которая была в декабре-январе месяце 2017 года, когда у нас была вспышечная заболеваемость ротовирусной инфекцией, связанная с водным фактором передачи. Поэтому вот сейчас все пока усилия у нас... То есть на это направлены? Да, на это направлены. А по каким видам заболеваний у нас все-таки, хоть небольшое, не критичное, но превышение имеется? Ну там есть единичные случаи, я не думаю, что... Нет, ну какие это заболевания? То есть что, какие направления? Нет, ну в основном у нас, если брать всю структуру инфекционных заболеваний, 84% это грипп и острые респираторные заболевания. Угу. Ну вот вы говорите о том, что происходит снижение и по отношению к среднем многолетним, и по отношению к прошлому году. А за счет чего? Что, на ваш взгляд, стало причиной этого снижения? В основном профилактические мероприятия, на которые, в принципе, мы и нацелены проводить профилактические мероприятия, потому что профилактика, в первую очередь, она снижает показатели заболеваемости. Угу. А вот такой вопрос по поводу профилактики. Прошлой весной предупреждали всех, что будет вспышка клещевого энцефалита, то есть активность клещей повысится, на лето прогнозировалось. Ну вот лето закончилось, осень заканчивается. С какими результатами заканчиваем? Есть ли случай энцефалита, есть ли случай болезни лайма? Значит, у нас сезон по Пероуральскому городскому округу был открыт в апреле месяце. Первый укус у нас был зафиксирован. Всего за этот период весеннее, летнее, осеннее пострадало от укусов 1223 человека. Что больше, чем соответствующий период прошлого года на 23 процента, из них 183 ребенка. Привитых среди всего пострадавшего населения у нас было только 34 процента. То есть все остальные были у нас граждане и дети не привитые. Нет, ну а случаи энцефалита у болезни лайма? Значит, было зафиксировано 7 случаев клещевого боролиоза и 3 случая клещевого энцефалита. То есть получается, что профилактика в данном случае не сработала? Ну, у нас показатель есть, привитость населения против клещевого энцефалита должна быть более 84 процентов. Мы достигаем этого? На сегодняшний день нет. Почему? Ну, население у нас не активно пока проходит вакцина-профилактику. И у нас маленько поменялись критерии получения бесплатной вакцины. Кто теперь имеет право на бесплатное вакцинирование? Это у нас в основном дети от 3 до 6 лет, дети первого класса, пенсионеры. Ну, и люди, кто в силу профессии, не делаются. Да, люди, кто в силу профессии, должен быть привит. Все остальные сейчас должны оставить прививки за свой счет или за счет средств работодателя. Ну, и вот именно этот материальный фактор, то есть издерживание. Да. Вот давайте к другому сезонному заболеванию перейдем. Грипп. В городе уже имеются случаи? На сегодняшний день случаев гриппа у нас не зафиксировано. Значит, по гриппу мы ожидаем это последняя декада декабря, начало января. Возможно, придет у нас, будет подъем эпид-сезона. По вакцинопрофилактике в этом году, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации, была обозначена цифра 50% от населения. Мы должны были привить по Первоуральску. На сегодняшний день мы привили уже даже 53%. То есть даже превысили? Даже превысили, да. Вот этого уровня достаточно для того, чтобы не допустить эпидемии? В принципе, да. Мы говорим, в прошлом году мы привили 47% вместо 45% положенных, которые были обозначены, и большой вспышечной заболеваемости на территории Первоуральска зафиксировано не было. Поэтому мы не говорим, что прививка от гриппа, она вас спасет в целом от заболевания. Она просто ликвидирует риски осложнений после перенесенного гриппа. Ну и само заболевание будет протекать в более легкой форме. Но также нельзя забывать, что помимо вируса гриппа у нас есть и другие вирусы, от которых прививка не спасает. Ну это острые респираторные заболевания, которые протекают малосимптомом в форме. Давайте вернемся все-таки к гриппу. На протяжении уже лет 10, то есть у нас грипп давным-давно уже не является просто гриппом, он у нас является свиным, птичьим и так далее. Вот в этом году что ожидаем, что к нам должно прийти? Ну по рекомендации ВОЗ в этом году должны у нас быть два вида гриппа А, H1N1, H3N2 и вирус типа B. То есть в принципе видовой состав не изменился по сравнению с прошлого года. Но в вакцинах, которые используются, это учтено. Все вакцины актуализированы на сегодняшний день. Хорошо. Существует так называемое социально обусловленное заболевание, то есть допустим туберкулез. Вот наш противотуберкулезный диспансер уже больше года не функционирует. С вашей точки зрения это обстоятельство каким-то образом отразилось на статистике заболеваемости? Значит, по нашим данным мы даже зафиксировали чуть-чуть снижение случаев туберкулеза, вот по крайней мере за 10 месяцев 2017 года. Конечно, нас беспокоит та ситуация, что туберкулезный диспансер на сегодняшний день не работает. По нашей информации там сейчас активно ведутся конкурсные работы на проведение. Они уже прошли, уже подрядчик определен. Да, там сейчас будут выполняться ремонты. Значит, работа с диспансера, ее маленько перепрофилировали на базе городской больницы, на сегодняшний день осуществляется прием. Ну и также в городе Ревда у них есть обособленное подразделение, куда больные тоже туда направляются для дальнейшего обследования. А вот в связи с чем опять-таки статистика, то есть кривая статистики пошла вниз? В связи с тем, что диагностическая служба фактически работает не в тех условиях, в каких замышлялось, или люди действительно стали меньше болеть? В принципе, мы больше охватываем сейчас флюорографическим обследованием довольно-таки большое количество населения. И те планы, которые ставятся перед нами, перед лечебной службой, они выполняются. Еще есть группа заболеваний, также относящихся к социально обусловленным, это гепатиты и ВИЧ. Как у нас на территории города обстановка по этим заболеваниям? По гепатитам, опять же, за 10 месяцев 2017 года ситуация также стабильная по сравнению с прошлым годом, она осталась на прежнем уровне. То есть количество обследованных у нас стабильное и выявляемость, ну, в случаях заболевания, оно, по крайней мере, не выросло по сравнению с прошлым годом. По ВИЧ-инфекции у нас также сказать, что идет рост, мы не можем сказать, в принципе, на уровне прошлого года количество случаев заболеваний на сегодняшний день. То есть вновь выявляемых. Да. С вашей точки зрения, с точки зрения как специалиста, вот ближайшие полгода, как будет развиваться ситуация по гриппу, по гепатитам, по ВИЧ? То есть ожидают у нас какие-то изменения? Ну, по ВИЧ-инфекции у нас, в принципе, то население, которое подлежит обследованию, на сегодняшний день обследуется, плюс те профилактические мероприятия, акции, которые проводят и лечебные учреждения, и социальные службы, это мобильные пункты диагностические, которые на сегодняшний день есть в городе. И население активно идет в эти пункты, эта тактика работает, и там есть у нас и случаи выявления. Поэтому я не думаю, что здесь рост какой-то большой ВИЧ-инфекции на сегодняшний день у нас прогнозируется, случаев заболевания. По гриппу, ну, будем ждать эпидезона, там уже будет видно. Большое спасибо за беседу. Ну, а с вами, уважаемые зрители, мы прощаемся, увидимся на телеканале ПТВ. Редактор субтитров А.Семкин